Здравствуйте! Многим, наверное, известна такая картина, когда, приехав в город, многие хватаются за лопату, грабли, топор и дают полную волю своей силушке. И при этом вскоре кожа ладоней начинает соднить, краснеть и покрываться водянистыми пузырьками. Многие дачники называют такое состояние своих рук мозолями. И такие мозоли на руках могут быть весьма болезненными. А также они могут служить входными воротами для инфекции. С точки зрения медицины, чрезмерное механическое воздействие на одни и те же участки кожи при ручном труде вызывает острый контактный дерматит или потертость. Простой, неосложненный дерматит характеризуется покраснением кожи, ее отечностью, образованием водянистых пузырей, а в тяжелых случаях отмиранием тканей, в результате которого может даже образоваться кожный рубец. То, что мы называем мозолями, является защитной реакцией кожи на длительное постоянное воздействие на кожу и проявляется в утолщении рогового слоя, который защищает от повреждения более глубокие и нежные слои кожи и подлежащих тканей. При легкой форме мозолей роговение носит лишь поверхностный характер, но при постоянной физической работе могут развиться и хронические, и патологические изменения в глубоких слоях. Поэтому при тачных работах лучше всего все-таки защищать руки при помощи перчаток. И лучше, конечно, чтобы перчатки были с многослойным полимерным напылением. Но, может быть, не везде такие защитные перчатки доступны. Кроме того, в них может быть жарко и неудобно работать. Но если вы все-таки увидели, что ваши руки натерты и появились мозоли, то можно приготовить домашнее средство. Например, смешать глицерин и нашатырный спирт в равных пропорциях. Полученную смесь нужно перед сном, после бани, после душа втирать в кожу рук и не смывать до утра. Эта смесь из глицерина и нашатырного спирта очень поможет рукам. И состояние кожи заметно улучшится к утру. Будьте здоровы! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!